Друзья мои, я хочу сегодня делиться словом, и я верю, как я говорю об этом, и моя жизнь, и ваша жизнь, она тому пример, что когда мы пускаем Слово Божье в свою жизнь, наши жизни, они меняются, и они преображают другой вкус, другой смысл. Потому что Писание говорит, что Его Слово высвобождено, и оно не возвращается четным. Оно приходит для того, чтобы исполнить, а мы со своей стороны, мы должны просто открывать свои сердца для того, чтобы принимать Его Слово, и для того, чтобы Он мог совершать свою работу. И когда мы берем Его Слово, потому что христианство без исполнения Слова Божьего, оно не имеет никакого смысла. Нам не просто нужно слышать Его Слово, нам нужно принимать Его Слово и исполнять это Слово. И я верю, что каждый из вас вы находитесь здесь лишь по одной причине, потому что вы имеете личное свидетельство того, что Бог сделал в вашей жизни. Вы имеете личное откровение, как Бог прикоснулся к каждому из вас. Аминь. Это важно, это ценно для того, чтобы мы хранили, мы ценили это, и мы были открыты для того, чтобы Бог, Он будет говорить в жизнь каждого из нас. Я хочу сегодня говорить о такой теме, как физическая и духовная. И я могу видеть с вами, друзья мои, как Павел, такое чувство, как будто бы он начал делять сегодня Словом о пожертвовании, как будто бы он начал проповедовать из моей проповеди говорить. Но это очень важно, чтобы мы понимали, что вообще просто слова без подтверждения каких-то дел, они теряют какой-то смысл. Ну, может быть, на какое-то время они радуют, но потом, вы знаете это по себе. Для нас очень важно, потому что сегодня многие верующие люди, они гораздо больше акцентированы либо на то, что Бог сделает для них лично, либо больше на какие-то чувства, чувственные переживания внутренние. Но я хочу сегодня поговорить, посмотреть на определенные вещи в Писании. Как же мы можем видеть, что Бог, Он приходил в жизнь каких-то людей, Бог, Он совершал какие-то вещи в жизни отдельно взятого человека или в жизни народа. Давайте мы с вами посмотрим исход 17 глава, мы откроем эту историю с 9 стиха, с 9 по 13, мы посмотрим с вами. И мы увидим, это история, как Бог, Он ввел, Он выводил народ израильский из Египта, Он ввел их в землю обитованную. И многие теологи, богословы, они, ну или все, скажем, они склоняются к тому, что это прообраз первой церкви. То, что мы видим, да, и даже принципы, 18 глава, там принципы устройства церкви, исход 18 глава, принципы души попечения, мы видим, что они вложены еще там. Бог, Он говорил в жизни, в жизнь народа, Бог, Он говорил в жизнь Моисея, Бог, Он говорил в дальнейшем в жизни Иисуса Навина. Мы видим, как первая церковь, она была, если так можно сказать сегодняшним языком, представлена, да, она, Бог презентовал свою церковь через чудеса и знамения. И Бог сегодня продолжает совершать чудеса и знамения. И мы видим также, когда народ израильский выходил из земли египетской и шел в землю обитованную, мы видим, их сопровождали также чудеса и знамения. И нашу жизнь сопровождают чудеса и знамения, но чудеса и знамения – это не главное в нашей жизни. Главное в нашей жизни – это взаимоотношения с Богом. Потому что я вижу это на своей собственной жизни, что чудеса и знамения, к сожалению, большому сожалению, не делают людей верующими или не укореняют их в вере. Как ни странно. Может быть, вы со мной не согласитесь? Ну, увы, вы можете понаблюдать спустя некоторое время, вы можете видеть, что Бог совершил свои чудеса в жизни многих людей. Кого-то исцелил от рака, кто-то там и официально со стороны врачей были бесплодными, и люди эти имеют детей. Кто-то там исцелен от ВИЧ, кто-то от гепатита, кто-то там от диабета, кто-то еще от каких-то вещей. Кто-то получил решение и погашение чудесным образом, просто чудом от Бога, своего долга, который по понятиям он в принципе не мог погасить вообще всю свою жизнь. И Бог дал эти возможности. Но на сегодняшний день этих людей нет. И охота сказать «Где ты?» Тот же самый вопрос, как Бог задал Адаму в Эдемском саду. Адам, где ты? Где ты, друг мой? Понимаете, почему? Потому что, к сожалению, это не выстраивает наши взаимоотношения. Наоборот, из наших взаимоотношений выходит жизнь, которая сопровождается его чудесами и знамениями. Аминь. И мы видим здесь, Господь, Он совершает вот этот переход. Он выводит народ израильский. И мы видим, давайте мы сегодня с вами поговорим о некоторых вещах, посмотрим. Это, ну, как я уже сказал, с девятого стиха. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. Сделал Иисус, как сказал ему Моисей. И пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Арон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева оттяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него. И он сел на нем, Араон же и Ор. Поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалико и народ его острием меча. И это такой вот короткий промежуток, который мы с вами прочитали. Но о нем можно говорить о многих вещах. Вообще о многих вещах. То есть, ну, одна из вещей, то, что мы с вами видим, что люди Божьи, герои Божьи, которые записаны в Библии, это те же самые люди из того же самого теста. Просто они сделали свое решение доверять Богу во всем и следовать за Ним. Не уповая на то, что здесь, а больше уповая на Него. Что мы можем видеть также здесь в этой истории? Мы видим с вами Божий порядок, божественный порядок. И, может быть, нам хотелось бы как-то, чтобы устройство было другое. Вообще Царство Божьего. Но мы видим, что Бог, вот, Он устраивает. Мы видим, что Библия, Слово Божье, Царство Божье, это не какая-то демократия или не какая-то диктатура пролетариата. Это божественная теократия. И Бог делает так, как Ему угодно. И мы видим, Бог вот так вот сделал. Мы понимаем, что не Иисус с нами на один сражался. Но при этом Писание говорит, что Иисус одержал победу. Подождите, столько народу сражалось, в чем вопрос-то? Я не знаю, почему так. Но это божественная теократия. То же самое, как какой-то человек может быть недовольным, что в его жизни нету такого дара, как вот в жизни того человека. Но Писание говорит, Бог распределяет дары так, как Ему угодно. И лучше войти в то призвание и то предназначение, которым Бог наделил тебя лично, не сражаясь с тем, что есть в твоей жизни. Это очень важные моменты, да? Но больше, на чем я хочу сделать здесь ударение. Посмотрите, что мы видим с вами. С Моисеем и вообще с народом израильским происходят уникальные вещи. То есть Моисей поднимает руки. Народ израильский побеждает. Моисей опускает руки. Ну, конечно же, я повторюсь еще раз. Спасибо огромное каждому из вас за то, что вы поддерживаете наши руки, мою семью в молитве. Вы поддерживаете. Почему? Потому что, ну, один. Да нет, я свободен от этой иллюзии. Я понимаю, что мы только как одна команда, как одна церковь сможем совершить Божью работу здесь, на этой земле. Аминь. Но, что мы видим, послушайте, как это связано логически, как можно это просчитать. Тот там поднимает руки, на поле происходит победа. Он опускает руки, происходит поражение. Как связано это? Вообще, каким образом это происходит? В этом вся и суть, что мы должны увидеть и понять эту вещь, что очень многие физические шаги, они связаны с духовной близостью нашей с Богом. Понимаете? Многие, то, что мы делаем на сегодняшний день, то, что мы проявляем, то же самое на сегодняшний день. Мы видим здесь, да, то есть те люди, которые поддерживали руки, то есть чья-то ответственность была для того, чтобы руки были подняты, а чья-то ответственность была в том, чтобы эти руки поддерживать. А чья-то ответственность была в том, чтобы совершать работу Божью там, на поле. Понимаете? И в этом мы видим проявление Царства Божьего. Поймите, друзья мои, для нас очень важно, чтобы мы поняли. Некоторые люди говорят, что физические вещи, они не приближают человека к Богу. Некоторые говорят, берут это местописание из Библии, вырывают его и говорят, пища в принципе не приближает и не удаляет от Бога. Ребят, можно кушать или хряпать так, что ты далеко от Господа будешь вообще. Понимаете? Удаляет и еще как. То есть смотря в каких количествах. Понимаете, есть некоторые вещи, которые люди берут, вырывают из контекста, и они потом пытаются каким-то образом построить на этом свою жизнь. Но это таким образом не работает. Я хочу сегодня поговорить просто с вами. Посмотрите, для нас очень важно увидеть, что многие физические шаги, они взаимосвязаны с нашим духовным состоянием. Напрямую взаимосвязаны. И то же самое, что сегодня мы видим, что мы многие вещи духовные можем активировать через физическое проявление, переживая близость Бога. Давайте мы немножечко поговорим с вами о прославлении. Многие люди на сегодняшний день, они говорят, а зачем мне Бога прославлять, поднимая руки, вставать на колени, хлопая в ладоши. Зачем? Я внутри поклоняюсь Господу. Слышали когда-нибудь такое? Внутри поклоняюсь Господу. Мне интересно, когда апостол Павел говорит, я преклоняю свои колени для того, чтобы вы могли познать Господа, для того, чтобы вы могли вот познать всю эту глубину, глубину богатства вот этого Христова. Говорит, я преклоняю свои колени. Скажите, он их гипотетически преклонял или практически? Слава Господу. Слава Богу. То есть, понимаете, друзья мои, нам необходимо понимать, когда он говорит, я преклоняю ноги мои. На сегодняшний день мы можем привыкнуть петь, что я воздеваю свои руки к небу, при этом вообще никогда никуда их не воздевать. Я преклоняю свои колени, при этом вообще не собираться преклонять их. Понимаете? Но мы видим, как мы говорили с вами прошлое собрание в ушедшем году, мы говорили прославляющих, Бог говорит, что я прославляющих, я прославлю. И мы говорили с вами, когда речь идет о прославлении, в это должно быть вовлечено что? Дух, душа и тело. А когда мы говорим о теле, это мысли, да, мысли, наши чувства и наши эмоции. То есть, мы все должны быть вовлечены. То есть, и вот эта хвала, она приносит результат. Она приносит, она, понимаете, друзья мои, очень важно нам в жизни, нам также в жизни важно, чтобы наши слова, чтобы те люди, которые говорят нам какие-то слова, хорошо бы было, чтобы они были подкреплены действиями. Аминь. Да? Чтобы они были подкреплены действиями. И поэтому, когда, допустим, в первом послании Тимофея, 2 глава, 8 стих, апостол Павел говорит, «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Когда он говорит о воздевании рук, поймите, друзья мои, нам нужно этому учиться. Почему? Потому что очень часто духовное смирение в твою жизнь придет только через физическое склонение твоих колен. Духовное смирение, когда ты реально делаешь шаги, смиряя свою жизнь, поклоняясь Богу, аминь, ища Его. И для нас очень важно, чтобы мы понимали эти вещи, чтобы мы на самом деле могли видеть в Писании. Почему? Потому что иногда бывает у нас свое мировоззрение, мы накрутим себе что-то в голове и считаем, что это таким образом должно работать. Увы, оно так не происходит. Некоторые люди считают, что Бога нужно славить вот так, некоторые считают, что Бога нужно славить вот так. Но единственное, где мы можем увидеть, как нужно славить Бога, это в Писании. Аминь. Мы можем настроить там себе что-то, каких-то пирамид. Один человек однажды сказал, ты можешь прописать Господу 200 путей, каким образом Он тебе ответит, и Он обязательно тебе ответит по-другому. Понимаете, мы что-то надумаем себе, представим какую-то картину, вот так должно. Эта же проблема, она возникает во всем, ну, например, даже в семьях, да. Ну, допустим, парень с девушкой, они женятся, вступают в брак, они накрутят себе что-то в голове. Вот у нас должен быть вот такой брак. И потом не понять, из-за чего у них проблемы, жена не понимает, чего от нее муж хочет, муж не понимает, чего от нее жена хочет, а он хочет той картины, которую он накрутил себе в голове. Может быть, он где-то насмотрелся, может быть, он нафантазировался, и потом он расхлебывает эти, она, точнее, расхлебывает эти проблемы, которые он себе нафантазировал. Или наоборот. Посмотрите эту историю, друзья. Это 4 царств, 5 глава, и она вся говорит, помните, о Неймане. 4 царств, 5 глава, она говорит о Неймане, о некоем военно-начальнике, сирийском, очень хорошем человеке. Библия делает эту оговорку, хороший, но прокаженный. То есть, да, 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 иногда и с хорошими людьми случаются не очень хорошие вещи. Происходит иногда и так. Иногда непонятно, но вот так вот оно иногда случается. И вот вы видите эту историю, то есть, ему нужно было сделать определенный физический шаг, ему нужно было пойти в Израиль, ему сказали, что там есть пророк. Давайте мы прочитаем с вами. 4 царств, 5 глава, с 9 стиха. И прибыл Нейман на конях своих и на колесницах своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу, сказать, пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Скажите вместе со мной, вот я думал. Чувствуете где-то близко, да? Не? Не, не, конечно, с вами-то такого не происходит, да? Вот я думал. Индюк тоже думал. То есть, его сварили. То есть, понимаете, иногда человек надумает себе каких-то картин вот таким вот образом. Ну, я-то его могу понять. Каким образом исцеление придет через то, что я семь раз в воду окунусь? Как оно придет? Это то же самое. Тот поднимает руки, они выигрывают. Окунаешься. Он поэтому и возбунтовался. Он говорит, в Сирии, в Дамаске, говорит, там чего, рек нет, что ли? Кто в Израиле был, в Иордан, если видели, вы понимаете, о чем идет речь, да? Там есть туристическое место Иордана, крещение. Оно перегорожено дамбами, вода фильтруется, вода чистенькая, рыбки плавают. Это туристическое место. Но это короткий, маленький промежуток такой Иордана. Но если вы видите реальный Иордан, он весь иллистый. То есть, человек заходит в белой одежде креститься, а выходит коричневый. Потому что вода с мелким илом вся. Вот такой Иордан. Поэтому он и говорит, каким образом это может помочь? Ну, понимаете, он чуть ли не лишил себя своего чуда. Понимаете, чудо. То есть, чуть ли, и слава Богу, что рядом с ним оказались мудрые люди, которые ему сказали, ну, чего тебе стоит, ну, попробуй, окунись, ну, сделай эти шаги. Ну, склони свои колени, ну, преклони, понимаете. Иногда многие вещи, они не связаны с реальностью. Я помню, когда мы покупали это здание, и, ну, кто-то из вас, вы, возможно, слышали эту историю. И мы находились в ДК Чекалово, арендовали там еще помещение. И я помню, когда мы заключили договор, отдали первый платеж, перевели уже 2 миллиона, который, ну, уже даже если бы мы не выкупили, мы бы его не смогли бы вернуть. То есть, такая сгораемая, так сказать, сумма. И мы ее перевели, и заключили договор, и вот у нас там период времени. И я помню, я стою во время прославления, мне сейчас выходить проповедовать, и я стою, поклоняюсь Господу, и внутри себя слышу такой легкий голос, такое прикосновение. Мне нужно отказаться от мяса, рыбы, там, тяжелых продуктов, кофе, там, чай, всякие там сладости, и т.д. Просто вот такая хлоп, такой букет в голове. Что? Но у меня первая мысль. И что? Кому это поможет? Не, вы-то, конечно, вы более святые, у вас все вообще правильно, у вас всегда правильные мысли. У меня такая, я думаю, каким образом это поможет нам рассчитаться? Как оно вот, где оно связано? И все, ну, вот, все, я откинул эту мысль, пошел, делился словом, проповедовал. Классное, хорошее собрание было. Все, спускаюсь вниз, заключительный псалом, поднимаю руки, славлю Господу. Опять чувствую такое легкое дуновение. Опять то же самое. Думаю, ну все, прилип. Ну и вот это путешествие было длиною в 9 месяцев с копейками, покуда мы не получили. Каким образом это помогло? Я не знаю. Понимаете? Но это просто вопрос твоего послушания, твоих взаимоотношений с Богом. Когда ты делаешь эти шаги. Друзья мои, для того, чтобы мы с тобой получили искупление, духовное и жизнь вечную, Иисус страдал весь. Иисус не страдал просто только в духе или в душе. Писание говорит, что его тело, оно было истязаемо. Аминь. Он страдал. То есть и очень часто для того, чтобы иметь какие-то духовные, на самом деле, плоды в нашей жизни, нам необходима определенная жертва, определенные шаги в наших взаимоотношениях с Богом. Аминь. Когда мы на самом деле, когда мы ищем Бога, когда мы понимаем, потому что мы видим эту историю с Нейманом, он просто мог упустить то благословение, которое Бог приготовил для него. И в нашей жизни иногда бывает то же самое, что мы вроде бы говорим, мы чтим Господа. Ну, допустим, мы приходим в воскресенье на собрание. Скажите, мы вообще зачем приходим в воскресенье на собрание? Не, я понимаю, все знают правильный ответ. Это как в той истории, да? Мы же, говорит, знаем, пастор, да? Все знают категорию правильных ответов. Но, понимаете, если мы приходим реально встретиться с Богом, то мы к этому таким образом и относимся. Да? То есть как часто вы опаздываете на встречи с уважаемыми вас людьми? Или тех людей, которых вы уважаете? Как часто? Как часто, общаясь с теми людьми, которых вы уважаете, в это время вы сидите в соцсетях? Часто ли это в вашей жизни бывает? Допустим, касательно меня, мне не нравится, когда я общаюсь с человеком, а человек сидит в телефоне. Я, что, вы уж простите меня, но я хочу как можно быстрее закончить это общение и пойти. Мне есть чем заниматься. Поэтому, если в этот момент человек находится в телефоне, понимаете, то есть иногда наши слова расходятся с нашими действиями. Но мы видим с вами первую заповедь. Ветхий и Новый Завет одна и та же. Какая первая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоею, то есть весь. И если мы идем на встречу с Богом, мы на самом деле Его ожидаем. Я хочу, я продолжаю на протяжении многих лет, я продолжаю работать со своим сердцем. Это не единожды, это не однажды. Работать своим сердцем, когда я иду на служение, когда я читаю Писание, когда я нахожусь в молитве, когда я еду куда-то на конференцию, буду-то проповедовать, или сам еду находиться на конференции. Я готовлю свое сердце ко встрече с Богом. Аминь. А то же как, ну, если мы говорим Господь, вот Он ждет нас, то есть Господь пришел, а тебя еще нет на собрании. Не, мы, конечно, мы же так не думаем, это, ну, как в той истории, да, в том анекдоте. Женщина одна в пожилом возрасте, там, уже слишком пожилая, верующая такая, сделала себе пластическую операцию, где чего подрезала, где чего надула, там, где это, ну, вся такая красивая, стройная, идет по пешеходному переходу, хлоп, ее машина сбивает. А она, ну, что, умерла, предстала пред Господом, говорит, Господи, ты чего, говорит, я всю жизнь за тобой следовала, поклонялась тебе, говорит, все это, а здесь, говорит, меня взяли и сбили, говорит, да еще где, на пешеходном переходе, ты чего, говорит, Господь. Господь смотрит на нее, ой-ой, и говорит, а я-то тебя и не узнал. Понимаешь, иногда бывает, ну, то есть, мы так заигрываемся, мы можем опоздать, или мы можем, то есть, ну, какие-то поступки, поймите, друзья мои, для нас очень важно, чтобы наши слова, они были подтвердены нашими действиями, да, как один брат, как связано это, да, то есть, сложно понять, потерял работу, на протяжении нескольких месяцев нет работы, он рассылает резюме, тишина, нет никаких, это ходит на собеседование, тишина, вдруг утром просыпается воскресенье, слышит внутри себя, что он должен собрать все свои оставшиеся сбережения и унести пожертвовать. Вообще, где какая логика? Где логика-то? У человека и так денег нет, надо забрать последнее и унести. Слава Богу за его послушание, он берет, делает этот шаг, на следующий день звонок, его приглашают, проходит собеседование, устраивается, замечательная работа, доволен работой, коллективом, то есть, что, каким образом, как это связано, как связано с Нейманом, как связано с Моисеем, ну, в этом вся и суть, когда мы делаем шаги, когда мы делаем шаги, наши шаги, которые подтверждены, на самом деле, наши желания, которые подтверждены действиями, Бог всегда приходит на жертву. Аминь. Бог всегда, если это тебе чего-то стоит. Однажды, я помню, я помню, когда я уверовал в начале моего христианского пути, один человек мне однажды сказал, говорит, запомни, когда ты делаешь к Богу хотя бы один шаг навстречу, Он делает к тебе десять. Я всю Библию потом, когда читал, искал это местописание, не нашел. Но увидел, что вся Библия, она реально несет эту суть, что это так и есть. Это суть. Почему? Потому что, когда Писание говорит, посмотрите, притча 25 глава, второй стих. Слава Божья облекать тайною дело, а слава царей и следовать дело. То есть, и Он называет нас царями и священниками. То слово, которым я делился в ночь с 31 на 1, интересно, что Господь, Он обращается к Своему народу и говорит, птицы небесные, даже аист, Он знает путь по небу. Он говорит, проблема народа, что они часто не знают моего пути, не знают заповеди. Понимаете, и мы молились об этом в начале года, в начале пути, чтобы нам знать, чтобы нам на самом деле быть водимыми Его путями, Его дорогами. Потому что для верующего человека это так важно и так ценно. Аминь. Чтобы мы на самом деле, мы могли идти, делая те же самые шаги, которые делал наш Господь Иисус. Посмотрите, Евангелие от Луки, 4 глава. Я хочу посмотреть, каким же образом это реализовалось в жизни Иисуса. Мы с вами сказали, что в жизни Иисуса мы видим, что в искуплении, в жертву искупления Иисус был вовлечен полностью, весь. Он страдал весь. Он не страдал только какой-то частью. Он страдал весь. Посмотрите, Луки, 4 глава, я думаю, вы все помните эту историю, да, это в 3 главе происходит крещение Иисуса и Дух Святой сходит в виде голубя. И 4 глава, она нам повествует о том, что Иисус Духом Святым введен был в пост. Помните? Да, и 18 стих этой же главы повествует нам уже после поста. Он говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Вот у меня вопрос, скажите, а мог ли наш Господь и Спаситель быть наделенным силой другим способом? Мог или нет? Я не знаю. Я знаю, что вот именно такой метод описан в Библии, что когда Он был крещен, Дух Святой был на Нем. И что мы видим? Первый стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. То есть Дух Святой был на Нем, Он был поведен в пустыню, и там сорок дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествию их напоследок залкал. И мы видим, Он постится, Он веден туда Духом уже Дух Святой был на Нем, Он был исполнен Духа Святого. Но почитайте разницу 14 стих. Когда Иисус закончил этот период времени нахождения поста, что Писание говорит? И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. В силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. То есть для нас очень важно увидеть разницу. Иисус веден туда был и Дух Святой был на Нем, но возвратился Он в силе Духа. То есть и мы видим и дальше 18 стих говорит Дух Господень на мне Иисус читает это местописание в синагоге ибо Он помазал меня. То есть мы видим есть определенные шаги, определенные действия к тому, чтобы на самом деле получить то, что Бог приготовил это помазание, эту силу. Поймите, друзья мои, то есть нам очень важно осознавать, что если мы делаем со своей стороны, если мы на самом деле ищем Бога, мы видим, что наш Господь, Он входил в служение, Он искал вот именно силы Божьей через то, что Он постился. Насколько это важно для нас? Когда мы с вами видим Нагорную проповедь, некоторые люди, они знаете, они берут, вырывают что-то и они поднимают что-то на поверхность, ну, например, даяние и все, и все вокруг даяния, все это. Кто-то берет там прощение, кто-то берет молитву, вот молитва, 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 нужно молиться. Но если мы смотрим с вами в Нагорную проповедь, то мы видим с вами, что Иисус о всех этих четырех дисциплинах говорил одинаково, уделяя одинаковое внимание. Там не было, что молиться нужно больше, опоститься нужно меньше. Нет, он уделял этому внимание одинаково и он даже не сомневался в этом. Почему? Потому что пост и молитва это в том числе это, если можно так выразиться, определенные атрибуты реального ученичества Христова. Когда человек ищет, ищет Бога не просто словами, поэтому он и говорит, когда он говорит, обращается к ученикам в отношении и к фарисеям и ко всем, обращается к ним в отношении молитвы, он говорит, он не говорит им, если вы будете молиться, он говорит, когда вы будете молиться. Аминь. Евангелие от Матфея, 6 глава, 1 горная проповедь, 16 стих, повествует нам о посте, Иисус говорит, также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. То есть Иисус опять говорит, когда поститесь. Он не сомневается в этом. Он понимает, что Его ученики, они будут поститься. Понимаете, и иногда люди говорят, ну а каким образом это вообще связано, чем это мне поможет в моих взаимоотношениях с Богом. Поймите, тем самым мы подтверждаем наши желания. Желания, а не чем-то. Поймите, это не просто, о, давайте будем искать Царство Божье, давайте, о, хочу, 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 хочу Царство Божье найти. Так что ли это работает? Или нет, о, давай побежим в Минусинс, там же говорят этот, где-то там в горах этот, Виссарион спрятался, давайте вот туда побежим, там Царство Божье искать было. О, нет, там же говорят, вон какая-то Шамбала, там вон на Алтае, там какие-то ворота небесные, давай туда побежим. или как? Как искать? Нет, ты реально, ты берешь и ищешь Царство Божье, смиряя себя внутри Бога, ища. Бога, ставя на первое место, не свои какие-то. Я помню, когда я разговаривал с одним братом, так интересно наблюдать за людьми, когда ты спустя года возвращаешься к каким-то разговорам. Я помню, с одним братом разговаривал, и тоже, он только начинал свой путь с Богом несколько лет назад, и он говорил, вот, ты проповедуешь о том, что нужно, Бога любить больше, чем жену и детей. Это же уморазум, никогда так нельзя, никогда так не получится. Он говорит, давай, пусть пройдет время. Он говорит, ну как можно любить Бога больше, чем семью? Бог же дал семью, а сам Он говорит, что нужно любить. Я говорю, пойми, если ты будешь любить Бога больше всего, ты и жену твою любить будешь больше, чем ты ее сейчас можешь. Тем и детей ты своих сможешь любить гораздо больше. Аминь. Если ты любишь Бога, ты и жену никогда не предашь, и мужа никогда не предашь. Потому что ты любишь Бога больше. Ты чтишь Его. Аминь. Если ли, там помню тоже с одним братом разговаривал, он говорит, ну пост, пост это не та тема. Пост, говорит, это не для энергичных и занятых людей в повседневной жизни, которые заняты, там может быть занимаются спортом, еще какими-то вещами. Не, пост это не та тема. Пост это вот верующие, которые церковные, монахи, такие вот. Ну я понял, он имел в виду забитые, загнанные, такие постятся. Так интересно разговаривать, наблюдать за этим спустя года. Сегодня он реально на него посмотришь, он марафонит постами. Он просто пост за постом, он идет, и он постоянно, у него такие откровения. При этом занимается активной, занимает активную жизненную позицию, посещает спортзал, семья, многодетная семья, уделяет внимание. Поймите, в этом вся и суть. Господь говорит, вкусите. Аминь. То есть ты начинаешь этот путь, ты вкушаешь. Послушайте, если вы будете искать объяснение и причину, вы их найдете. Почему я не могу поститься, почему я не могу жертвовать, почему я не могу давать десятину, почему я не могу прощать, за это не прощают или еще что-то. То есть, если вы ищете причину, вы ее всегда найдете. Если вы ищете возможность, вы ее тоже всегда найдете. Аминь. Если вы ищете возможность, просто хотя бы в чем-то начать искать его, реально искать его, то есть подтверждать ваше желание внутреннее, вашими поступками и действиями. Евангелие от Луки, 5 глава, 33-35 стих. Я уже форсирую, так сказать, немножечко, буду подходить к концу. 5 глава, 33-35 стих. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Иисус ответил им. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. То есть Иисус не сказал, они не будут поститься. Иисус не сказал, они будут меньше поститься, чем они. Нет, Он сказал, что они будут поститься. И то же самое, что мы делаем сегодня. Сегодня мы будем с вами принимать причастие. То есть мы видим, что Писание говорит, что мы должны это делать, доколе Он придет. Доколе Он придет. То есть мы делаем это. Один из отцов, из первых отцов церкви, он сказал, что это именно то место, где физическое и духовное соединяются. Аминь. Соединяются. То есть это именно Бог, который приходит тем самым, поймите, через определенные шаги, определенные действия. Бог приходит, и Он наполняет нашу жизнь. Аминь. Посмотрите, друзья мои, Даниила, 9 глава, 20-23 стих. Я просто бы вам советовал бы почитать в отношении поста. И вообще можете прочитать книгу Даниила, но хотя бы прочитайте 9-10 главу. Если я, ну вы знаете, я не любитель вырывать какое-то местописание из контекста. Я хочу, чтобы вы видели, о чем говорит этот весь контекст. И Даниил, 9 глава, 20-23 стих. И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде, в видении быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня. Говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе. Ибо ты муж желаний. Скажите вместе со мной, ты муж желаний. Итак, вникни в слово и разумей видение. Я верю, что мы живем с вами в то время, когда Господь хочет поднять не просто одного Даниила. Потому что Библия повествует, когда вы будете читать книгу пророка Даниила, Библия повествует, что на нем был превосходный дух. Превосходный дух. Он знал, он знал, когда и что и в какое время нужно делать. На нем был превосходный дух. Вы можете видеть, что даже люди, которые, даже враги, они могли его спокойно вычислить. Почему? Потому что он всегда, помните, Библия говорит, что делал? Преклонял колени свои пред Богом Небесным. Он открывал окна свои, он молился, он делал, он понимал, что это не просто какое-то физическое действие, но это физическое действие, которое приводит его в близость с Богом. И мы видим, он говорит, муж желаний. То есть он к нему обращается. Десятая глава дальше, где мы будем сейчас с вами читать. Это то время, когда Даниил находился в 21-дневном посту, он говорит ему, муж желаний. Я верю, что Бог хочет поднимать людей, но Он будет поднимать людей тех, кто берут реально то Слово, которое Он дает им в жизнь. И они исполняют, чьи желания не просто на словах, а когда они реально сопряжены с действиями. Когда то, что вы можете видеть в Писании, то есть я правда, то, что Бог говорит о Давиде, он муж по сердцу. То, что Он говорит о Данииле, муж желаний. Я хочу, я хочу быть таким человеком. Я хочу угождать Богу. Я хочу быть по сердцу Божьему. Я хочу, на самом деле, чтобы мои желания, это были не просто слова, но это были подтвержденные определенными действиями. Посмотрите, десятая глава. Десятая глава. Деяние. Давайте, вы потом ее можете дома прочитать всю. Я прочитаю с 10-го стиха. Ну вот коснулся меня. Вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои. И на длани рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Он опять к нему приходит. Когда он решил быть в посте, платить определенную цену, идти. Он к нему приходит и говорит, муж желаний. Он несколько раз к нему повторяет и обращается. Именно таким образом. Муж желаний. И что дальше он говорит? Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя. То есть он смирял себя через пост. Пост или жертва, это не то, чтобы выкрутить Богу руки. Это не то, чтобы заставить или сманипулировать Богом. Нет, это поиск Бога. Это смирение внутри себя. Смирение самого себя. Помните, когда Ездра провозгласил посту реки? Помните? В книге Ездры. Что там Писание говорит? И провозгласил Ездра посту реки, чтобы смирить себя пред лицом Бога нашего. То есть мы делаем определенные вещи для того, чтобы смирять какие-то свои амбиции, свой гнев, какие-то свои вещи. Поймите, это хорошо, когда на поверхность всплывут его желания, а не твои желания и не мои желания, не мои амбиции, а его желания именно. Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим. Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Представляете? То есть просто человек принял решение искать Бога не просто словами, желаниями. Бог дал ему пророчества, которые пророчества, мы видим записанные в книге Даниила, пророчества, которые уже исполнились. По пророчествам Даниила можно было спокойно рассчитать вообще о приходе Мессии. Вообще спокойно, согласно седьмин. Вы можете видеть, что определенные пророчества, они эхом отзываются еще в книге Откровения. Они до сегодняшнего дня, еще часть из них не исполнилась, но они уходят в книгу Откровения. Но поэтому Бог называет его муж желаний. Не всегда ответы в нашей жизни приходят сразу. Мы видим, есть определенная борьба, определенная война в духовном мире. Но когда мы платим цену, когда мы идем по направлению к этому, когда наши слова, когда наши желания сопряжены с действиями, тогда Господь видит, что нам реально это надо. Мы реально этого хотим. Аминь. Мы реально этого хотим. Потому что я помню в моей жизни когда-то, да, может быть сегодня у нас все классно, все радужно, все замечательно в нашем доме и в нашей семье. Но я помню, когда мы жили, когда мы только что поженились, у нас совсем далеко не все было хорошо. И первые мои длительные посты, они именно и были в отношении семьи, в отношении наших отношений. Я помню, как один человек однажды, он такой высокий, здоровый, проповедник, служитель, выше меня, наверное, на полголовы, и он стоял, он знал, что у нас происходит, какие у нас ситуации, и он просто уперся пальцем в грудь мне. Я помню, я никогда не забуду, наверное, этот момент, много лет прошло уже, он уперся пальцем в грудь и сказал, если ты готов сражаться за свою семью до последнего дня, я готов молиться вместе с тобой и помогать тебе. Я помню, я стоял, я не готов был к этому вопросу. Я помню, у меня как счетчик в голове все начало перекручиваться, а если вот так, а если вот так, а если вот так, куча вариантов. Но я просто пришел к этому, что какая разница, как если. Я хочу сражаться за свою семью до конца. Хочу стоять в этом, понимаете. И когда это желание сопряжено с определенными действиями, ты будешь видеть всегда плод. Аминь. Ты будешь видеть всегда благословение в этом, в твоей жизни. Поэтому, друзья, для нас очень важно. И посмотрите, в 19 стихе он опять к нему обращается и говорит, и сказал, не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. То есть тем самым Бог укрепляет нас, Бог поддерживает нас. Когда мы делаем, как это связано, я не знаю. Господь сказал, Моисею, руки твои будут подняты, вы будете побеждать, будешь опускать. Понимаешь, когда ты приходишь, и, может быть, тебе неохота поднимать руки во время прославления, да? Будешь поднимать, будешь побеждать. А если так вяло текущее как-нибудь, то есть, так вяло текущее и будет. Понимаешь? То есть, все, он сказал ему, окунись, получишь. И ни один раз, ни два раза, ни три раза. Почему не три? Не знаю. Не знаю, понимаешь? Он тоже думал, надумал себе чего-то. Поэтому давайте, друзья мои, пусть наши сердца, они будут открыты, чтобы мы реально искали его. У нас, кстати, хорошее, сейчас вы уже слышали, да, это объявление с 8 по 13 число у нас. Мы заходим в пост в эту воду. Каждый вечер мы будем собираться здесь для молитвы в 19 часов. Поэтому я, конечно же, рекомендую вам приезжать сюда физически, но если уж нет, если уж не получается по какой-то причине, подключайтесь онлайн, молитесь вместе, будет онлайн. Друзья мои, то есть, нам нужно, когда мы делаем эти шаги. Я повторюсь еще раз. Может быть, ты сегодня ищешь какую-то причину. Может быть, ты говоришь, ну, вот у меня вот такой график, а вот у меня вот такая болезнь, а вот у меня вот такая вот еще что-то. Я не могу. То есть, вот сколько ты будешь причин искать, ты их всегда найдешь. Но если ты будешь искать возможности, хотя бы в чем-то, хотя бы какие-то делать шаги, ты всегда увидишь. Понимаете? То есть, почему? Потому что то же самое, выход с поста, это важное дело, важная часть. То есть, дьявол, он держит человека, чтобы он не шел по отношению к Богу, чтобы он не вошел в те благословения, которые Бог приготовил для него. Он держит его. Но если он уже видит, что он не может удержать человека, чтобы он шел, тогда он начинает его толкать, чтобы он бежал впереди Бога. Понимаете? То же самое, как и с постом. То есть, дьявол держит человека, накручивая ему там, знаете, человек без пищи не может, или еще что-то, или еще какие-то моменты. И он его держит. Но после того, когда человек получил это откровение, все, он видит, что его бесполезно держать, он пойдет, он будет делать это. Тогда что он начинает? Он начинает толкать его, чтобы человек, выходя из длительного поста, потоптал все свои плоды, которые он получил в посту. Чтобы он после поста так оторвался, как один знакомый после поста, причем в церковной благословенной столовой, съел две котлеты и чашку картошки. И упал на пол, крича, «Господи, только не убивай меня!» Господь там был ни при чем, там просто заворот кишок начался. Потому что нельзя после длительного поста. Понимаете? То есть есть мудрость. И дьявол, он также хочет в эту крайность, чтобы человек потоптал те плоды, которые он получил. Нет, но это хорошее. Очень часто выход с поста, с длительного, он очень часто ценнее даже, чем сам пост. Потому что ты хранишь, ты переживаешь многие откровения в своей жизни. Допустим, я читал там раньше книгу чисел «Левит». Ну, я их вообще просто читал из-за того, что как будто бы надо читать. Ну, просто Библия же читать надо. То есть, ну, читал. Но во время поста я переживал это неоднократно. Сегодня для меня это такие же книги, полные откровения, как и все остальные. Потому что Господь просто начал говорить, и это почему-то произошло во время поста. Я не знаю. Почему? Я не могу тебе сказать, да. Но я вижу одно, что когда мы делаем шаг навстречу Богу, Бог всегда благословляет эти труды. Бог всегда благословляет эти усилия. Аминь. Аминь. Я хочу помолиться вместе с вами. Господи, мы благодарны Тебе за это время. Боже, мы молимся. Пусть это слово, которое мы слышали сегодня, оно будет растворено верой в жизни каждого из нас, чтобы это слово, оно принесло плод. Чтобы на самом деле мы понимали и осознавали, что физическое, это то, что помогает нам так же приближаться, искать Тебя. Что мы, чтобы мы могли видеть, Господи, что поднимая наши руки, мы получаем победы в сражениях. Что послушаясь Тебе, Боже, мы можем видеть эти победы в нашей жизни, делая шаги навстречу к Тебе. Господи, просто помоги каждому из нас, чтобы мы были людьми веры, чтобы мы были людьми желаний, не только желаний на словах, но чтобы наши желания внутренние, они были сопряжены с действиями, с нашими поступками. Я молюсь о каждом, кто находится сейчас здесь, кто смотрит онлайн, Господи, я прошу Тебя, благослови каждого. И пусть это слово, оно будет растворено верой, пусть оно принесет плод, чтобы мы на самом деле могли искать Тебя, Господи, чтобы мы могли любить Тебя всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью Своею, и следуя за Тобой во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет Аминь. Аминь. Аминь, 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 аминь.